Вот уже третий год Центр защиты Одесситов борется с незаконной продажей алкоголем в нашем городе. Каждая наливайка, о которой нам сообщали по телефону горячей линии, была нанесена на электронную карту. По поводу каждой из них нашей общественной организации были составлены заявления, которые мы передавали в милицию и управление развития потребительского рынка. Как результат, десятки закрытых и снесенных незаконных торговых точек. Однако, несмотря на приложенные усилия, многие наливайки из-за бездействия правоохранителей и чиновников так и продолжают торговать паленым алкоголем. А пока система тормозит, жители микрорайонов вынуждены перебивать в страхе. Ведь именно наливайки привлекают маргиналов, которые из-за желания выпить готовы пойти на преступление. Очередным таким местом стал ларек, расположенный между 9 и 11 домами по улице Генерала Петрова, на который к нам жалуются уже больше двух лет. Жители домов неоднократно пытались закрыть его самостоятельно, но это оказалось неэффективно. То, что мы терпим от этой наливайки за столько лет, передать вам не могу. Просто передать, слов нет. Сейчас еще холодно, бог с ним. Но лето, все, кто здесь вот пасется, потом они у нас под окнами спят, едят, живут, любятся. Мы периодически, мы как минимум 2-3 раза в год, если есть возможность, мы пишем, собираем подписи. Мы по-разному пытались. Были моменты, мы пытались сами, нам угрожали, сказали вам, что нечего делать, вы хотите, чтобы вам квартиры спалили. Был и такой вариант. Чтобы не привлекать внимание, алкоголь здесь наливают внутри, а не через переднее окно. За целый день десятки алкоголиков заходят и выходят через боковую дверь. Команда Центра защиты Одесситов решила развеять все сомнения о том, чем они там занимаются, и проверить содержимое ларька. Здравствуйте. Говорят, что у вас алкоголем тут торгуют. Только что позвонили, сказали, что вот видели, что вы продаете алкоголь. Заходят люди, пьют и выходят. Кто это сказал? Люди из соседних домов. Вы хотите торговать алкоголем, мы не хотим, чтобы вы торговали. Вот и все. Вы торгуете? А что все заходят в пьют тут? Случайно? Долг приносят. Долг приносят? Да. Внутри все, по очереди. Много воздушников. Смотрите, вы держите всех за идиота. Внутри наливайки без особого труда удалось найти контрафактный алкоголь и следы реализации его на разлив. Помимо этого на торговой точке присутствовало несколько ящиков с табачными изделиями. Никаких разрешительных документов на помещение и на товары, для продажи которых необходима лицензия, не оказалось. Есть? Конечно есть, а как нет? Это во-первых, у меня день рождения я угощаю. Не, ну понятно. У меня день рождения. Я что, не имею права угощать людей или как? О, тут целый склад. Там нормально. Ну вот это о том, о чем мы говорили. Незаконная продажа алкоголя. В таком ларьке, который не имеет на это права. У вас хотя бы один документ на торговлю есть в этой точке? Я говорю, все в хозяйке. Смотрите, любой документ на торговлю должен быть на точке. Тем более, когда вы торгуете алкоголем, который под акцизный товар. Потому что здесь такая работа, здесь обокрали ее. Документы все украли. Для составления заявления о незаконной торговле алкоголем правозащитники Центра защиты Одесситов вызвали полицию. К нашему удивлению, в этот раз, опередив полицию, на место событий приехала хозяйка заведения. Алена Закревская. У которой, якобы, должны были быть необходимые для торговли документы. Документы на торговлю у вас есть, я так понимаю? Представитель ваш говорит, что у вас документы все на торговлю, лицензия. Все есть? Есть. Есть? А покажете? Нет. Или вы уже в полиции будете показывать? Конечно. Конечно? Отлично. И лицензии на алкоголь у вас есть? Да. А не может быть, теоретически, даже в таком батискапе лицензии на алкоголь? На алкоголь, на кабак. Для лицензии на алкоголь на 22 квадратных метров торговый зал. Как у вас может быть лицензия? Что вы такое говорите? Мы не спаем здесь людей. А чем вы занимаетесь? Ну, где вы видите, что вы спаем? Да вы тут полдня стояли, смотрели, сколько сюда людей заходило. Я говорю, ну, у меня сегодня день рождения, я же не имею эти... Вы спамяли, что вы спаем? Ну, вот сейчас день рождения, наверное. Не, а почему? Сегодня. Не сегодняшний день. Тем более, я хозяйку предупределяла, что я возьму бутылочку, я по чуть-чуть буду... Однако, по прибытию милиции выяснилось, что день рождения продавщица празднует уже довольно долго, почти три месяца. Что у меня сегодня рождение? 18.09.85. Оказывается, не сегодня день рождения. Прибывшие правоохранители, включая начальника Малиновского отдела Сергея Волкова, осмотрели наливайку. Опросили хозяйку и продавца. А также приняли наши заявления о незаконной торговле. В ходе осмотра неожиданно для всех в ларек зашла неизвестная женщина и попыталась, что называется, на глазах у изумленной публики вынести найденный нами алкоголь. Положите, пожалуйста. Это мое личное. Кулек, оставьте, пожалуйста. Это мое личное. Ваше личное должно лежать у вас. У меня разодрался пакет. Я попросила оставить. Сейчас спущу и заберу. Позже заберете? Позже заберете. Я не буду позже забирать. Вы позже не заберете. Не хочу позже забирать. В очередной раз команде Центра защиты Одесситов благодаря сигналам жителей города удалось пресечь незаконную торговлю алкоголем и заставить выполнять свой профессиональный долг бездействующую до этого милицию. Звоните нам на горячую линию по телефону 709-1010 и сообщайте о местах продажи контрафактного алкоголя. Только вместе мы сможем навести порядок в нашем городе. Прогресс в борьбе с наливайками явно налицо, потому что наливайки теперь стали более изобретательны, уже не торгуют в открытую, начинают как-то прятаться, торговать внутри помещений, либо продавать только заведомо известным клиентам. Но Центр защиты Одесситов все равно продолжает следить. К нами будут написаны все необходимые заявления в налоговую, в управление торговли и в полицию, чтобы виновные за спаивание Одесситов понесли свое наказание. В Центр защиты Одесситов за помощью обратилась социальный работник Александра Журавлева. Ее подопечной Миле Марковной 89 лет. Она ветеран войны, труда, жертва Холокоста, а также инвалид второй группы. Отдав больше чем полжизни на благо Родины, сейчас она нуждается в ее помощи. Однако то, как с ней обходится, нас просто шокировало. Больше года соцработник безрезультатно требует от начальника восьмого участка Михаила Кичука, чтобы тот заменил давно прогнивший канализационный стояк, из-за которого грибком покрылось несколько стен. За это в счет квартплаты с ветерана даже вытребовали денег. Ну вот здесь вот у нас труба идет, которая техническая вода течет, да? И там внутри она вся ржавая, вся, короче, никакая. Получается, в ЖЭК я ходила все время, ходила, ходила все лето, они обещали, сказали заплатить. Как вы сказали, ДСПТ? СДПТ, да, да. Ну вот я заплатила, пошла уже все сделала, опять пришла. Будем делать, будем делать, опять пошла, опять будем делать. И так все, и все. Еще раз, а сколько вы заплатили? 500 рублей. То есть они с вас попросили 500 гривен, чтобы сделать? Ну, чтобы не только с меня, со всех, ну со всех. Нас заплатило три человека только, почему? Потому что, ну я уже не могу, мне жалко просто бабуля, она, посмотрите, какая она старенькая. Последствия от игнорирования коммунальщиками проблемы привели к постоянной сырости, что сказывается на здоровье ветерана. Устранять грибок и делать ремонт, естественно, никто не собирается. Все ложится на плечи Миле Марковной. Тем более теперь ремонт, как вот сделать нам, да? Кто и сделает этот ремонт? За счет ЖЭК должен сделать или как? Я вот не знаю. Только через СУС. Но сам ЖЭК ремонт вам делать тут не будет в курсе. Ну вот так они, потому что сломали нам все, сделали. Нет, ну вот эти вот две стенки еще же нанимают в УЗИ, даже не знаю, что это обойдется. Будучи на инвалидности, практически вся пенсия и пособие ветерана уходит на лекарства. Элементарный ремонт канализационного стояка мог бы намного упростить и без того нелегкую жизнь. Плохо так получается, когда вы столько всю жизнь подожили, отдали стране. И после всего этого про вас просто забыли. Мы для этого тут и есть, чтобы вам помочь. Сходим сейчас в ЖКС. Я думаю, там разберемся, наделаем там шуму, чтобы вам все-таки отремонтировать. Потому что, ну как, вы же не можете сами содержать квартиру, так еще и заезд в ЖКС. Вы знаете, я прослушала по телевизору, что вот эта вот плесень, этот грибок, это так отражается на здоровье человека, это разрушает весь организм человеческий. Хочется отметить, что начальник восьмого участка Михаил Кичук является одним из самых недобросовестных начальников участка Портофранковского. На него неоднократно поступало множество жалоб со стороны жителей. Он регулярно подставляет свое руководство, но тем не менее остается по-прежнему на своем рабочем месте. Вот посмотрите, благодаря ЖЭКу вот в таком состоянии живет ветеран войны. Человек, которому 90 лет. Мало того, который наперед заплатил СДПТ, живет вот в таком состоянии. Пускай бы кто-то из начальников ЖЭКа попробовал бы вот так пожить. Руководитель Центра защиты одесситов Егор Прокопчук от имени Мили Марковной отправился разбираться к директору Портофранковского Виктору Страшному, почему его работники, взяв денег, так и не могут довести дело до конца. Смотрите, не знаю, кто у вас начальник ЖЭКа на Новосельского 2, но ему до многих. Бабушка, ветеран войны, 90 лет, течет труба, стояк именно. Мало того, она наперед заплатила СДПТ 500 гривен, чтобы ей сделали, и никто ничего не делает. Как вы думаете, нам соцработник только что все рассказывал, бабушка это расставила. Ну как, они что, в рот все? Давайте квартиру еще поднимем. После того, как директор по телефону связался с Михаилом Кичуком, то лично смог убедиться в том, что такая ситуация действительно существует. Да, действительно, люди проплатили, и счет уже есть. Платим и делаем. Нет вопросов. То есть пару недель сделаем? Все честно, да. Хорошо. Там стояк канализации менять будут. Центр защиты одесситов обязательно проследит за тем, чтобы все необходимые работы были выполнены как можно скорее. Мы приложим максимум усилий для того, чтобы из-за равнодушных чиновников ветеран больше не испытывал дискомфорта. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова